Здравствуйте! В эфире программа Интервью. С вами Ерлан Агисинов. 15-16 апреля нас с вами ожидает очень большая, можно сказать, грандиозная премьера Мадам Баттерфляй в столичном театре Астана-Опера. Сегодня, чтобы поговорить о том, чем эта постановка будет отличаться от других, ведь на самом деле это классическая постановка, которой сегодня никого и нигде не удивишь, но и самое главное о том, о состоянии казахстанской культуры в целом мы говорим с главным дирижером театра Астана-Опера и на данный момент дирижером-постановщиком оперы Мадам Баттерфляй Аланом Борибаевым. Приветствую вас, Алан. Расскажите, пожалуйста, об особенностях вот именно этой оперы Мадам Баттерфляй. Ведь, насколько я знаю, что были у нас уже и постановки, вот чем она отличается, чем мы сегодня можем завлечь с этим? Знаете, на самом деле Мадам Баттерфляй – это один из, может быть, самых популярных спектаклей в репертуаре любого театра. И он представляет собой вершину такого среднего творчества композитора Джакома Пучини. Он написал подряд три оперы, которые сделали ему имя. Это была Богема, затем Тоска, и вот Мадам Баттерфляй – это такое, так сказать, завершение этого самого успешного среднего периода его жизни. Ему уже было выше 40 лет, то есть он такой зрелым, среднего возраста человеком был, уже находился, в общем-то, на пике славы. Вот. Я думаю, что эти три оперы, их можно увидеть в любом театре, который претендует на то, что он действительно оперный театр, да, это и театр самого большого уровня. И то же самое можно сказать сегодня об Астана-опере, потому что здесь уже есть Богема, уже есть Тоска, и вот нам как раз только не хватало Мадам Баттерфляй. И, наконец-то, вот мы сейчас ее ставим, и ставим ее очень хорошо, очень красиво, очень тщательно. То есть я вот вчера рассказывал тоже ребятам, надо прийти, посмотреть эту картину Японии, что сделано очень красиво. Действительно, эти японские все атрибуты, с большой любовью к деталям это сделано. Не только, причем, как это выглядит, и в том, как я подходил к работе с музыкальной партитурой. То есть мне было очень важно, досконально каждое слово, которое поется, оно имеет свой отклик в оркестре, в действиях. У Пучини в этом плане очень психологическая партитура. Мадам Баттерфляй, для нас с вами, на самом деле, вот лично для меня, это больше, скажем, информационный повод для того, чтобы встретиться с вами, поговорить в целом о состоянии казахстанской культуры. Да, вот вы только что сказали о том, что в репертуаре театра, ну, должны быть, да, должны быть и включения, и очень много других классических произведений, которые, мы скажем, сегодня неудивишны нашего зрителя, да. Зритель в Астане, зритель в Казахстане, на самом деле, тоже искушен сегодня. Может быть, не такой, как в Европе, но тем не менее старается, да. Если поговорить о национальных операх, насколько сегодня это востребовано? Я просто спрашиваю, почему, потому что в прошлом году как раз таки у вас была и постановка Абая. Совершенно верно. Я считаю, что это одна из самых важнейших задач нашего театра, это поддерживать и популяризировать национальный репертуар. Тем более, что, как на этом было видно на премьере Абая, нам есть чем гордиться. Это произведение великое, и не только оно интересно для нас с вами, живущих в Казахстане, а как мы убедились уже на международной практике, я играл эту оперу дважды в Европе. Один раз ее поставил полностью, один раз мы возили алматинскую постановку 2014 года. И в 2012 году была постановка Абая, Жубанова и Хамеди в Маннингене в Германии. И это была постановка года. Причем, что удивительно, то, что это был 13-й год, 200-летие двух величайших оперных композиторов Европы, Верди и Вагнера. И они поставили в тот год три оперы. Государственная опера Южной Тюринги, это был Балмаскарад Верди, 200-летие Верди, запрет любви Вагнера. И третий, вернее, он первый открывал этот сезон, это был наш Абай, Абай и Жубанова и Хамеди. И представляете, в год 200-летия Верди и Вагнера Абай побеждает, как лучшая постановка года. О чем это говорит? Это говорит о том, что прониклись, поняли. Для них это настоящая опера. Настоящая опера в европейском понимании. Я думаю, что всех тронуло то, что... То есть, в первую очередь, был, как вы говорите, именно интерес такой, что-то новенькое, интересное. То, чего у нас не было. А почему были тронуты до глубины души и понравилось, и почему и выиграло? Потому что опера, она доказала... Да, Абай показал, что он интересен не только казахстанцам. Он говорит о вечных ценностях, о тех ценностях, которые важны для всего человечества. Почему я считаю Абай одним из величайших поэтов вообще человечества? Да, это золотой фонд человечества. То, что он говорит, это не только казахам обращается, это ко всем людям мира обращается. Вот. И эта история с великолепной эмоциональной музыкой Жубанова Хамеди, она взволновала сердца европейского слушателя. И это мы еще раз, что это было не случайность, мы это поняли, когда в 2014 году вот новую алматинскую постановку повезли уже в Париж. Потому что парижская публика другая, чем, скажу так, что немцы, они такие очень, знаете, очень, они любят это все покопаться, так вдумчиво. Парижане, они вот как-то, мне казалось, то, что я видел в Париже много раз, это немножко хочется такого интертейнмента, такого немножко развлечения. Чего у нас в постановке было, но очень дозировано. Потому что все-таки, только, наверное, в третьем акте мы играли наши национальные танцы, а все-таки это философская опера Абай. И вот вы знаете, когда я увидел, что парижане вышли со спектакля потрясенными, и это была потрясающая овация, я понял, что это действительно один из тех продуктов, которые, это опера Абай, благодаря которой Казахстан становится узнаваемым как культурная страна. А вот если говорить о формировании вообще странового бренда, то есть как культурной стране, насколько это достоверно и насколько это правдиво, то, что сегодня вообще узнают казахстанскую культуру? Я у вас спрашиваю, почему, потому что вы работали со многими оркестрами практически во всех частях мира, да? Сегодня есть, вот когда вы говорите, что да, я из Казахстана, я музыкант, я дирижер, узнают Казахстан? Да, уже есть. Это огромная колоссальная разница с тем, например, 20-летней разницей. 20 лет назад, когда я только вот поехал учиться в Вену, тогда еще было такое, что Казахстан где, а сейчас нет. Сейчас уже знают, что это страна с музыкальной культурой. Я говорю, все обалдевают, когда я рассказываю про наше образование, например. То, что музыкальное образование, вот Баситовская школа, школу, которую окончил и я, и вы, бесплатно обучаются дети из разных семей, из тех, у кого и достаток есть, и тех, у кого не обязательно, что есть у родителей возможность. Тем не менее, приходит эта школа-интернат, да? То же самое про Жубановскую школу. Они живут, государство оплачивает их образование, получается. Представляете, ребенок с 6-7 лет занимается индивидуально у мастера, то есть у педагога, который ему ставит руки на скрипке, на виночеле, на фортепиано. И при этом еще второй взрослый человек сидит и аккомпанирует на фортепиано. То есть на одного маленького мальчика или девочку уже два взрослых специалиста работают. У этого нет. Там это все за деньги, только за деньги. Один урок стоит около 50 евро. Поэтому в этом плане, когда я рассказываю, там это могут себе позволить только богатые люди, музыкальное образование. В плане национальных постановок есть какие-то планы здесь, в театре-остановке? Конечно, у нас в этом году, до конца года, две балетные постановки. Это собор Парижской Богоматери, известная очень история. Ну, естественно, мы как театр, который хочет опираться в первую очередь на классические традиции, то есть для нас очень важно быть именно классическим оперным театром. Мы ставим Дон Кихота Минкуса, это классическая хореография, очень важна для нашего балета. И в декабре месяце будет еще один национальный проект, это постановка оперы Казжибек. Скажите, пожалуйста, а вот если мы ставим на сегодня, и Аиду ставили, на самом деле очень хорошая большая пример, говорите про Дон Кихот, про собор Парижской Богоматери. Они чем-то будут отличаться, скажем, от того, что ставят Венский Углев? Безусловно, каждый подход – это новая постановка. Это очень важно то, что мы всегда подходим к каким-то свежим взглядам. Вот, например, это «Баттерфлай», которую мы сейчас ставим, я посмотрел около 12-13 разных постановок «Баттерфлай». И история всегда классическая, да, история, в общем-то, это одна из тех опер, которые, как ни поставишь, все равно будет одна и та же история. Но подход к оформлению спектакля, он везде достаточно разный, потому что иногда это бывает достаточно скупые, такие, знаете, в японском стиле такое выдержанное, кто-то в стиле такого театра, но с раздвижными перегородками. Вот, у нас здесь настоящая роскошная, свежая постановка, абсолютно. Я только хочу сказать, что одной из особенностей, например, оформления, это является наличие на сцене 10 тонн воды. Там настоящий бассейн. То есть это пруд перед домом «Баттерфлай», выглядит это потрясающе. Этого еще не было. Насколько тяжело или насколько легко вам работать с этим оркестром? Вы здесь человек новый, да, конечно, здесь сливки со всего Казахстана, и оркестр, и исполнители, и певцы, и всех вы знаете, потому что, ну, не так много у нас здоровитых музыкантов в стране. Вам работать здесь на роде? Очень мне нравится, мне очень нравится. Вот опять-таки повторяю свое последнее предложение, что мне нравится, что здесь очень много талантливых людей. Действительно, мне очень повезло. В театре люди, которые хотят работать. В театре работает очень много, оркестр работает очень много. у них бывает минимум два вызова в день, это достаточно много. Мне очень повезло, мне нравится работать, в том плане, что я знаю всех музыкантов, можно сказать, с детства, кто-то работал в этом оркестре, кто-то здесь. Мы сейчас все встретились, работаем под одной крышей, у меня не было такого ощущения, что я какой-то новый человек здесь. То есть я пришел, увидел те же самые родные лица, люди, с которыми мы делали очень много успешных проектов до того года. Я думаю, что здесь собралась хорошая команда. На самом деле очень много поступало предложений и от ведущих, и других, и мировых, и европейских, и российских театров. Совершенно верно, я их не отвергаю, мне это все интересно, все зависит, конечно, от того, как это все комбинировать, потому что параллельно я сейчас главный дирижер еще в Национальном оркестре Ирландии, в Дублине, плюс у меня оркестр в Японии, в Осаке. Но когда поступило именно предложение работать на родине, для меня было это очень-очень волнительно, тем более в таком театре. И сейчас для меня очень приоритеты смещаются в сторону, сместились в сторону Астана опера. Мне хочется именно делать что-то хорошее на родине, именно сделать здесь, для нашего зрителя, с нашими музыкантами. Самое главное, что я увидел отдачу за этот год. В общем-то всего лишь год прошел, как я начал работать. Но я уже могу сказать, что у нас налажен контакт, и мы делаем серьезные постановки, поэтому я с большим оптимизмом смотрю в будущее. Большое спасибо, Алан, и удачи вам. Я надеюсь, что эта премьера, конечно, пройдет грандиозно и понравится она всем нашим зрителям. И желаю вам удачи в вашей работе. А я хотел бы напомнить нашим телезрителям о том, что сегодня в нашей программе принял участие главный дирижер театра Астана опера Алан Буребаев. Субтитры подогнал «Симон»!